что нужно смотреть антитела к хламидии трахоматис антитела к хламидии пневмонии очень важно потому что и те и другие могут давать проблемы которые связаны с белком теплового шока у нас почему-то они называются в наших вот лабораториях хламидофилия хламидофила хотя на западе я посмотрел вот по крайней мере статьях википедии продолжают называться хламидиями но может быть там какая-то последняя классификация существует то что у нас хламидии пневмонии получили другое обозначение но при этом не они не стали хламидиями не перестали быть хламидиями а стали хламидофилами ну это то же самое то есть это хламидии бывшие хламидии пневмонии в прескуранте наших лабораторий почему-то вот кто-то выпендрился и вот рекомендуют называть именно их так хотя в американской вообще в западной литературе продолжает бытовой термин термин хламидия пневмонии но не знаю почему так но вот во всяком случае имейте ввиду что это одно и то же хламидофила хламидофилия и хламидии это по отношению к хламидиум пневмонии это одно и то же и нужно смотреть ему на глобулина g и к тому и к другому желательно смотреть ему на глобулина а и к тому и к другому для того чтобы понять ну степень скажем так напряженности иммунитета слизистых оболочек по отношению к данному микроорганизму очень важно посмотреть вот этот белок теплового шока 60 иммуноглобулина g а лучше иммуноглобулина g плюс иммуноглобулина а но они могут быть как и после хламидии пневмонии и после хламидии трахоматис в обоих случаях они являются признаком с одной стороны персистенция хламидийной инфекции и с другой стороны являются признаком того что данный человек попадает в группу риска по развитию гипертонической болезни обусловленных хламидиями причем триггер вот она возникла и она может дальше продолжать существовать